Девушки отдыхают Что еще я могу сказать? Я очень рад тем, как играли мои парни. Конечно же, я не рад результату, но нам нужно принять его. Это футбол, и в футболе так было всегда. Мы не должны как-то оценивать это. Мы должны просто принять этот результат, этот сложный для нас результат. И, конечно же, мы это сделаем. В этом матче у вас были хорошие моменты. Мяч выносился с линии, а в концовке встречи попали в штангу. Да, конечно. Мы не использовали некоторые наши шансы. Об этом легко говорить, но просто посмотрите на игру. То, как мы создавали моменты, это было невероятно. Мы создавали множество проблем нашему сопернику. Во втором тайме мы также контролировали игру. Но затем у соперника возникло несколько моментов. Когда защита один раз допускает ошибку и соперник сразу забивает, это уже сложно. Но обычно это не доставляет огромных проблем. Уходя на перерыв, мы проанализировали весь первый тайм. Мы поговорили о том, что можно улучшить и что можно сделать во втором тайме. Команда вышла на второй тайм. И в целом мы показали хорошую игру. Если честно, я даже не знаю, можем ли мы играть лучше. Но затем мы получаем этот момент, когда Суарес попадает в перекладину. Не помню, как там все было в точности. Но Месси забил очень легкий гол. А после этого удар со штрафного. Тут даже обсуждать нечего. Алисон был на месте. Он был в нескольких дюймах от мяча. Но это не берущийся мяч. В общем, вот и все. 3-0. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к матчу с Нью-Каслом. Должно быть, в раздевалке сейчас очень подавленная атмосфера. Да, радости в раздевалке нет. Это точно. Но я уже сказал ребятам свое мнение касательно этой игры. Мы получили хороший опыт. Мы всегда учимся на таких играх. Мы получили громадный опыт. Все видели наши моменты. Парни очень хотели забить. Но все, что происходило, это всего лишь часть игры. Мы не можем это изменить. Но мне кажется, мы хорошо играли сегодня. Мы имели очень хорошие шансы. Барселона хорошо защищалась и проводила контратаки. Игра была очень зрелищной. С точки зрения зрелищности, такие игры мне очень нравятся. Но игра уже закончилась. И что бы я ни сказал, результат не изменить. Так что сегодняшний результат мы должны принять. Но вы можете изменить и результат на Энфилде. Вам нужно забивать голы. О, да, конечно, мы сыграем ответную игру. В этом и есть весь план. Это не обсуждаемся. Посмотрим, как все сложится. Но определенно, с сегодняшним результатом мы не упростили себе жизнь. На нашем стадионе будут наши болельщики. Но сейчас нам нельзя зацикливаться на этой игре. Через три дня у нас игра против Ньюкасла. И это намного важнее. Сегодня вы проиграли 3-0 Барселоне. Насколько это сложный для вас результат, с учетом того, что вы хорошо играли? Да, сегодня мы играли действительно хорошо. У нас были шансы, но мы их не использовали. Это очень огорчает нас. Мы могли сыграть хорошо. Но и без того мы показали хорошее выступление. Мы проиграли из-за нескольких моментов. Первый гол мы привезли сами. Второй гол – это было больше везение. А третий гол – это первоклассный удар. Барселона на многое способна на своем родном стадионе. И для нас это сложный результат, потому что играли мы хорошо. Что дает вам надежду в следующей игре? Я думаю, сегодняшние выступления. Мы понимаем, что мы можем обыграть Барселону. Разница будет в том, что мы будем выступать у себя дома, на своем родном стадионе на Энфилде. И наши фанаты определенно сделают все возможное, чтобы создать хорошую для нас атмосферу. И я надеюсь, что у нас все получится. Мы знаем, что это будет сложное для нас испытание. Но мы уже прошли долгий путь, мы не собираемся сдаваться. Мы понимаем, насколько это будет сложно. Но мы сделаем все, что от нас зависит. Да, сегодня мы потерпели неудачу, но все решится в следующем матче. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся.